Сегодня я расскажу вам, как сделать подводку острой, как нож, и в принципе, как можно сделать так, чтобы и тени, и подводка, и все выглядело очень остро, и вот как добиться того, чтобы сделать форму кошачьего глаза очень просто. Я часто получаю такие вопросы по поводу того, как сделать стрелки симметричными, как сделать кошачий глаз симметричным, потому что когда мы задаем новую форму, очень часто получается, что один глаз мы красим как-то, как нам нравится, а второй уже как получится. На YouTube уже очень много было сказано о том, как создать какие-то направляющие, вплоть до того, что клеили скотч на вот эту вот часть века, делая направляющую, также были всякие трюки с кредитными карточками, визитками и так далее. Я это все перепробовала, честно говоря, не фанат этого метода, тот метод, о котором я сегодня вам расскажу, мне кажется, наиболее крутой и наименее какой-то травматичный, наверное, потому что со скотчем достаточно сложно высидеть, и для меня это далеко не самый лучший вариант. Также еще скотч тоже, когда вы снимаете, он забирает часть тона, часть консилера, который был нанесен на это место, поэтому тоже как бы вариант, ну, такой, сомнительный и так себе. Так вот, о чем я говорю. В первую очередь вам, конечно, нужно будет определиться с направляющей. Зачастую она идет от нижнего века и проходит через складку верхнего и нижнего века, то есть залом этой складки между подвижным и неподвижным веком, и также идет по направлению к кончику брови. Когда вы уже определились с этим направлением, берете рассыпчатую пудру и берете какую-то кисть, которую вам удобно будет наносить эту пудру, и наносите пудру очень обильным таким вот слоем по этой направляющей. После этого вы делаете макияж абсолютно так, как вы привыкли его делать, по стандартной схеме. Я вам в этом видео показываю очень базовый простой макияж, но эта техника работает для любого типа макияжа, как для самого простого, так и для самого сложного. Здесь я нанесла просто на подвижное веко тени, потом в складку я наношу другой оттенок теней, и, как видите, тушую, стараюсь, естественно, слишком сильно там не елозить по внешнему уголку глаза, но в то же время, если я захожу, то ничего страшного. Пудра, которая была нанесена до этого, она будет работать как барьер, поэтому наносим тени, растушевываем их, для того, чтобы не осталось никаких некрасивых границ, и если вы захотите сделать стрелку, опять-таки это очень просто сделать, стрелку наносите по границе нанесенной пудры, делаете ее максимально острой, длинной, какой вам угодно, заканчиваете выполнять свой макияж, и потом той же кистью очень легко смахиваете остатки пудры, и эта пудра, после того, как вы ее смахнете, еще оставляет такой вот более светлый след, что тоже играет очень большим контрастом между вашими тенями, между вашей подводкой, и таким образом макияж кажется еще более острым. На нижнем веке вы выполняете макияж потом как вам угодно, уже просто соединяете верхнее и нижнее веко, здесь ничего показывать дополнительно нет нужды. Я считаю, что эта техника наиболее крутая, потому что эффект достигается тот, который нужно, и в то же время вы можете нанесением пудры сразу на два глаза выровнять их и сделать очень симметричное нанесение, в то же время, если что-то у вас не получилось, пудру смахнуть просто элементарно, просто, если скотч постоянно лепить, вот так вот пытаясь выровнять, это намного более травматично для глаза все-таки, а с пудрой вы можете, даже если не получилось, смахнули, еще раз попробовали нанести и сделать направляющую. Опять чуть не получилось, где-то убрали, где-то добавили. Поэтому я очень надеюсь, что вам эта техника понравится, этот трюк у вас приживется, обязательно попробуйте и сообщите в комментариях, понравилось вам или нет. А на этом я буду с вами прощаться, поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока!